здравствуйте мои дорогие ценители изысканных блюд сегодня я пригласила в гости своих подруг и хочу приготовить диетические полезные но в то же время очень вкусный ужин мне очень часто задают вопросы как сделать нас а кролика нежным сочным но в то же время очень вкусным и сегодня с удовольствием поделюсь с вами этими секретами идем выбирать продукты мясо кролика ценится за необычный вкус и большое содержание белка его употребляют в пищу беременной женщины дети это очень полезно при итоге рекомендуют также это мясо можно приготовить различными способами рецептов существует великое множество и если правильно приготовить мясо кролика то она усваивается практически на 90 процентов что тоже очень ценно идем выбирать кролика сегодня я буду готовить кролика с луком-порей сельдереем и шампиньонами это очень вкусно но чтобы приготовить правильно это блюдо нужно выбрать крольчатину сначала чем я сейчас и займусь это действительно очень важно выбрать правильно крольчатину вот эти вот жировые прослойки как здесь они очень важны именно они дают правильную структуру блюду сочность и нежной цвет мяса должен быть вот таким вот светло-розовым темно-розовым зависимости от той части которую вы выбрали я выбрала ножки и вы знаете я хочу обратить внимание что это мясо лучше покупать охлажденным потому что когда она хранится в морозильной камере долго она теряет свою структуру здесь на сохраниться точно правильно в качестве никогда не сомневаюсь потому что холодная камера сохраняет его очень хорошо ну что пойдем выбирать остальные ингредиенты для того чтобы блюдо получилось сочным и нежным нужно знать некоторые нюансы несмотря на то что мясо кролика диетическое нежное очень вкусно и она имеет специфический аромат и привкус поэтому мясо кролика вымачивают перед приготовлением если тушка весит полтора два килограмма то достаточно двух с половиной часов в воде либо в молоке если тушка весит больше это значит что животное постарше значит нужно вымачивать дольше 8 даже 10 часов иногда приходится вымачивать такое мясо это можно делать в вине в красном белом в уксусе в различных маринадах специи можно добавлять как приправу так и в маринад разницы нет никакой чуть чуть попозже расскажу какие специи необходимы мясо кролика получается особенно вкусным если тушить его с пареем сельдереем и шампиньонами вот я их вижу они красавчики свеженькие светлые если вы видите что шампиньоны почти белые это говорит о том что они абсолютно свежие такая вот упаковочка 400 граммов как раз подойдет для такой порции кролика вот он красавчик порей возьму 2 очень красивый зеленый сезон почти заканчивается поэтому нужно поспешить и приготовить его побольше если есть такая возможность я всегда покупаю свежие травы и добавляю в блюдо вот сейчас я вижу чудесный майоран свежайший и добавлю его тоже в качестве специи к крольчатине еще нам нужна головка чеснока и сельдерей вот такой вот красивые такие стебли 1 пучка будет достаточно мясо кролика довольно таки сухое по своей структуре из-за большого содержания белка в составе поэтому очень важно правильно его приготовить перед тем как начинать готовить буду я обваливаю мясо кролика в муке и обжариваю при большой температуре когда появится золотистая красивая корочка я перекладываю все это удовольствие в решую кастрюлю и добавляю туда обжаренные овощи шампиньоны сельдерей и лук-порей после этого я добавляю туда сливки и довожу все это до кипения затем я убавляю огонь до минимума накрываю все это крышечкой и оставляю на полчаса томиться через 30 минут это очень важно добавить до правильные специи орегано чеснок соль и перец сделают это блюдо волшебным ароматными очень вкусным не забудьте это сделать и оставьте еще на минут на 15-20 чтобы специи сделали свое дело и завершили гармонию вкуса в этом блюде обязательно приготовьте это блюдо своим близким уверена что им очень понравится ну что до новых встреч метро а